Здравствуйте, уважаемые телезрители! На АТВ программа «Открытый эфир» я Владимир Банщиков. Сегодня гости в нашей студии, исполняющий обязанности директора Бурятского центра стандартизации и метрологии, прошу прощения, Евгений Петрович Челночков и начальник испытательной лаборатории ЦСМ. Татьяна Васильевна Печенкина, здравствуйте, уважаемые друзья! Я прочитал в интернете, что у нас любят девизы, лозунги, девиз Росстандарта, к которому вы имеете самое непосредственное отношение, звучит так – служить обществу, используя современные технологии. Что это значит? Давайте с вас начнем. Да, это действительно так. И наша организация на территории Республики Бурятия обеспечивает единство измерений для населения и защищает наших граждан от недостоверных измерений. Недостоверные измерения, Евгений Петрович, давайте вот так вот, как будто вы разговариваете с простым человеком. Что это значит недостоверные измерения? Недостоверные измерения, ну, скажем так, что у всех у нас есть электросчетчики. И средства измерения, как и приборы любые, оно может выйти из строя, да, из-за срока эксплуатации или же нарушения каких-то внешних целостностей, да, средства измерения. И, скажем так, ту же самую электрическую энергию вы можете оплачивать с завышенным, скажем так, тарифом, да, если погрешность, ну, то есть данного счетчика будет превышать или занижать. Вот, ну, достоверность, то есть показаний данного прибора, чтобы вы могли не переплачивать или, ну, скажем так, не доплачивать для поставщика электрической энергии. Скажем так, можно привести такой пример, чтобы нашим зрителям было понятно. Это мы работаем с МВД, в частности, занимаемся поверкой анализаторов паров этанола. Все мы знаем, все мы автолюбители, нас останавливают сотрудники, предлагают пройти тест на алкотестере. Скажем так, неверные показания этого алкотестера тоже могут привести к тому, что вам мало того, что штраф выпишут, могут и лишить, скажем так. Могут и в тюрьму посадить. Вот, поэтому здесь это очень такая тонкая грань, да, по которой все мы, скажем так, ходим. И наша лаборатория, вот, занимаясь именно поверкой, вот, скажем так, этих анализаторов, подтверждает их достоверность измерения. Или недостоверность. Или недостоверность, да. Вот это касается, ладно, давайте больше круг возьмем наших потребителей, наших людей, жителей города, да. Это вот, сейчас очень много разговоров идет о всяких некачественных водосчетчиков, теплосчетчиков. Вот в этом направлении вы какую работу проводите? Да, вот хотелось бы, и у нас возникают актуальные вопросы, да, от нашего населения, от пенсионеров, скажем так, по поверке водосчетчиков, наша организация может выезжать и делать поверку на выезде без демонтажа этого счетчика. То есть, работа выполнена под ключ, и все документы мы сдаем либо в водоканал, либо в ТГК, то есть, заказчик он не выходит. По поверщикам. Да, из дома вообще. Вот, ну, это удобная такая услуга. Ну, если же гражданин изъявляет желание, он может, конечно, и привезти к нам в лабораторию, там просто в ценовой политике разница. Вот, но часто задаваемый вопрос, да, вот на сегодняшний день какой, дело в том, что вышел приказ Росстандарта в 2016 году, в феврале, и нас ограничили, к сожалению, в поверке на дому ряда типов счетчиков. Поэтому здесь вот граждане, когда звонят, да, это не мы такие вредные, просто, напросто мы просим их, либо к нам в лабораторию принести этот счетчик, да, либо его заменить. Да, да, ну, как бы две рекомендации здесь уже, это выбор заказчика. Вот. Еще один актуальный вопрос, это наша лаборатория занимается поверкой электросчетчиков, да, разных электронных, индукционных, трехфазных, однофазных. И тоже вот уже в ряде массовых, средствах массовой информации проходили сюжеты о том, что сейчас в доступности через интернет купить счетчик, скажем так, с несанкционированным, встроенным устройством. Я бы вот хотел обратиться к нашим гражданам, чтобы имели в виду, что если энергетики выявляют такой факт, то он сто процентов подтверждается, потому что сейчас есть и установка, которая их может не вскрывая просветить, так называемая рентгеновская. Потом проходит он ряд процедур через нашу лабораторию, и у нас есть еще и независимый эксперт, который, скажем так, вскрывает. И то есть все это выявляется, и очень огромные штрафы, и судебных делах, да, мы участвуем. Воровских приборов, да, так сказать. Поэтому я не думаю, что здесь стоит прибегать к таким методам, потому что сейчас все чаще и чаще к нам обращаются вот с такими вот приборами. И мы фактически, если взять сто процентов, то где-то процентов восемьдесят мы выявляем этого. Давайте вот сейчас Татьяне Васильевне слово дадим, потому что вот Татьяна Васильевна, испытательная лаборатория, что это значит, чем занимается руководимая вами лаборатория. И такой вопрос, да, мы понимаем, что со слов Евгения Петровича, что вы измеряете там счетчики, вы даете добро, либо недобро на их использование, всякие приборы и так далее. Что касается сельхозяйственной продукции, воды, да, вот в этом смысле вы как работаете с населением? Наша испытательная лаборатория Брятского ЦСМ работает очень давно, она занимается испытанием пищевых продуктов и продовольственного сырья, в том числе и продукции сельхозпроизводителей. Вот, значит, также испытание воды для предприятий, для физических лиц, то есть экологических объектов. То есть вода тоже относится к экологическим объектам, вода, почва, грунты, то есть донные отложения, могут отходы какие-то. То есть всем мы этим занимаемся на протяжении уже многих лет. Как, к вам как обращаться, обращаются люди? Это должен быть какой-то запрос, это нужно принести, вот я, допустим, купил, мне не понравилось то, что я купил в магазине, там, ну, я не знаю, какой-то товар, да, не будем там говорить. Значит, для того, чтобы оценить его качество, какого качества товара должен прийти к вам? Ну, конечно, наши услуги больше относятся к предприятиям, конечно, да. Что касается физических лиц, в принципе, к нам обращаются граждане, обычные потребители с какой-то некачественной продукцией, которую они приобрели в торговой сети. Естественно, чтобы была результативность от этого, мы предлагаем всегда обратиться в отдел защиты прав потребителей Роспотребнадзора, либо у нас сейчас есть организация общественно-региональная бурятская ассоциация потребителей. В принципе, туда тоже можно по жалобе обратиться, потому что если мы, ну, можем принять по заявке от обыкновенного покупателя эту продукцию на испытание, то есть не ту продукцию, которая у них была приобретена и от которой они уже немножко, как говорится, покушали, а нужно произвести в торговой сети именно этой даты выработки образец, то есть который не был в употреблении. Ну, и для того, чтобы работа была эффективной, результативной, чтобы в дальнейшем наш протокол, который мы выдаем по окончанию работ, имел юридическую силу, для этого мы предлагаем обратиться в отдел защиты прав потребителей. Если он просто придет и у нас проверит ту же колбасу, да, или масло, то есть он потом с этим документом не может ничего предъявить, то есть он бессильным будет. Ну, и как бы это, конечно, для рядового покупателя это тоже как бы затрата, потому что проведение лабораторных исследований, к сожалению, мы предоставляем только платные работы. Вот, Татьяна Васильевна, вот Евгений Петрович уже предостерег нас всех, наших телезрителей, нас в том числе, да, от покупки левых всяких приборов, да, от желания там сэкономить, которые в конечном итоге выливаются в разорение. От чего вы бы вот порекомендовали застраховаться вот как? Что не надо покупать вот бабушкам, да, на улице, не знаю, там у нас же сейчас всякое вот... Ну, вы знаете, конечно, торговцы изощряются, я, конечно, бы хотела всем рекомендовать, что не стоит никогда огнаться за такой дешевизной, которую предлагают где-то по подъездам даже, или где-то на улице, то есть это всегда заведомо, что продукция некачественная, вот, главное, что она может быть не только некачественной, она может быть и безопасной, мало ли что, ведь используют и дети эти продукты питания, они пожилые люди, да и любой человек, который покушает некачественную продукцию, небезопасную, мало ли что, может быть, могут возникнуть и отравления. Поэтому, ну, хотел бы предостеречь наших граждан от того, что в торговой сети, если вы выбираете продукцию, то, конечно, лучше обращать внимание, когда покупать ту продукцию, которая изготовлена по ГОСТу. То есть это все-таки нормативный документ ГОСТ, в котором указаны требования к продукции, и все-таки эта продукция на сегодняшний день более качественная. Та продукция, которая производится по другим нормативным документам, вот пишутся, допустим, ТУ, технические условия, или стандарт организации какой-то, которые сейчас имеют право разрабатывать сами предприятия эти документы, да, но, тем не менее, они туда могут, так скажем, заложить такие нормативы, которые для них удобны. То есть, и, конечно, это не будет полностью защищать нашего покупателя от, так скажем, от некачественной продукции. Поэтому я бы хотела рекомендовать все-таки обращать внимание на то, что продукция ГОСТа, она более надежна. Хотя сейчас, конечно, продукции многофальсифицированы. Вот. В этом плане, конечно, это большой пласт работы, который мы, как бы, на перспективу хотим у себя внедрить эту работу. Потихонечку уже делаем первые шаги для того, чтобы защитить нашего покупателя от недобросовестных поставщиков, так скажем, некачественной продукции. Евгений Петрович, мы знаем, что у нас очень часто меняются законы, ну, там, с 1 января, как правило, с 1 апреля, там, с 1 сентября, я не знаю, по 3-4 раза в год у нас какие-то дикие дополнения, еще изменения в законах. Как часто по Росстандарту проходят вот такие изменения, и как о них вы, ну, доносите до людей вот эти вот изменения, которые происходят у нас? Если говорить об основном законе, да, это федеральный закон о выиспечении действия измерения, 102-й, то изменения, ну, не так часто в него вносятся. Если же они все-таки, ну, внесены, то для предприятий у нас ежегодно проводится, ну, скажем так, конференция, да, к Международному дню метрологии в мае месяце. И, то есть, мы озвучиваем на всех, собираем наших крупных предприятий, да, метрологов с медицинских учреждений. Ну, то есть, мы такой кворум, кого собираем, да, и озвучим. Что касается, если для населения, то через сеть интернет, у нас на нашем сайте это все доступно. Ну, и я надеюсь, что, ну, как сказать-то, этап положен, да, и вот через средства массовой информации мы бы хотели активно с населением общаться, активно призываем, чтобы к нам приходили, наши двери всегда открыты, телефоны в доступности, поэтому любую консультацию, да, по каким-то изменениям или по каким-то вопросам мы можем провести. Не могу не задать вопрос о стоимости ваших услуг, то есть, они по карману нашим пенсионерам, в первую очередь, у нас кто самые ответственные люди, да, в нашей стране? Это пенсионеры, которые вот всегда получил пенсию, бежит платить там за квартиру, за воду, за свет. Услуги все оплатят, конечно. Да, насколько доступны ваши цены? Ну, понятно, что вы не благотворительная организация. Если мы, ну, как бы, мы ориентируемся, конечно же, на пенсионеров, да, если это говорить о том, что поверка, ну, социальная, да, это водосчетчики, порядка у нас стоит 250 рублей, это если поверка будет в нашей лаборатории, да, и 600 рублей стоит на выезде. Но я хотел бы уточнить, что не в других регионах, да, она, скажем, там, это Забайкальский край, Иркутская область, стоимость фактически такая же, но под ключ эти услуги никто не выполняет. А то есть, мы за эти деньги делаем эти подлоги. Да, мы на себя оформление документов, то есть, ни бабушки, ни дедушки, как говорится, ни работающее население, да, не входит ни в ТГК-14, ни в водоканал. То есть, у них уже, они приходят оплачивать, единый расчетный центр, эти все данные уже там находятся. Вот. Татьяна Васильевна, теперь к вам вопрос. Вот вы уже сказали, что это, ну, дорогое удовольствие, да, кусок колбасы к вам привезти и сделать анализ. Но это на самом деле, я так думаю, что это все правильно. Вот сейчас у нас такой маловодный период, об этом мы все знаем, да, вода уходит из колодцев, даже в прибайкальских селах, люди начинают бурить скважины. Как обезопасить себя, вот в данном случае, это ваш, как сказать, ваш совет тем людям, которые вот пытаются так добывать воду? Ну, во-первых, я хочу сказать, что вопрос качества воды сейчас очень актуален, как говорится, поэтому вообще люди, человеческий организм должен употреблять, то есть, более качественную воду без всяких вредных примесей, без всяческих добавок. Поэтому мы в этом направлении работаем, предоставляя услуги не только предприятиям, которые занимаются разведкой, проектными работами, инженерными изысканиями, но для физических лиц мы проводим такую сокращенную программу по испытаниям воды для того, чтобы они имели возможность подобрать фильтры для очистки воды, если это необходимо будет. Значит, для этой цели мы вот буквально недавно подработали программку, она, конечно, тоже будет стоить денег, но по этой программе, значит, уже рисуется общая картина по воде, и они могут пойти в ту компанию, которая занимается установкой каких-то очистных, значит, да, или фильтров для очистки, и в соответствии с нашим протоколом подобрать вот эти фильтры. С вашими рекомендациями? Да, с нашими, да, потому что не проведя исследования лабораторные и не зная, какие там содержания тех или иных компонентов, невозможно подобрать. Можно поставить такие фильтры для очистки воды, которые вообще не нужно, может быть, компоненты очищать, а они просто возьмут и... Полезные, да? Полезные, да. Может быть, полезные, наоборот, уйдут, а то, что нужно, оно, наоборот, останется. Поэтому я бы, конечно, рекомендовала всем физическим лицам, которые занимаются, как говорится, строительством собственного дома и подводят воду, то есть скважины бурят, обращаться к нам в лабораторию. Мы, в принципе, вот, ну, Левый берег у нас достаточно активно, больше, конечно, с той стороны поступает заявок, обращаются для того, чтобы подобрать фильтры для очистки воды. А вот жители, вот я имею в виду, Байкальского региона, то есть, ну, в районе, в республике. Районы бывают, но, это, знаете, это единичные случаи, мало. Потому что, что я хочу сказать, те, значит, районы, которые находятся вблизи к Байкалу, там вода практически, вот, наоборот, как бы в Байкале хорошая вода, она почти как дистиллирована, очень чистая, а на берегу Байкала, если близко к Байкалу, то вода не очень хорошего качества. То есть, и обращений есть, конечно, но не так много. Там обычно идет превышение по железу, вот, при Байкале. Что касается Левобережья, у них тоже содержание обычно, повышенное содержание железа и марганца. Естественно, тут сразу влияет на цветность, мутность воды, то есть вода непрозрачная, иногда даже и привозят, видно, водичка прямо желтая. В общем, хотите хорошую воду, приходите, да, так короче говоря. К сожалению, время нашей программы подошло к концу, но я по традиции предоставляю вам слово, Евгений Петрович, пожалуйста, обратиться к нашим телезрителям, вот в эту камеру. Ну, большое спасибо, что вообще мы поучаствовали в этой беседе. Ну, а от нас, от ФБУ «Бурятский ЦСМ» нам бы хотелось поздравить всех наших горожан, граждан с наступающим Новым Годом, пожелать здоровья, счастья, успехов, ну и качественных товаров, услуг. Обращайтесь, всегда поможем и, как говорится, на защите прав граждан, встает ФБУ «Бурятский ЦСМ». Замечательные слова. Татьяна Васильевна, пожалуйста. Основная наша задача, конечно, защищать права нашего потребителя, поэтому пользуясь случаем, мне тоже хочется всех поздравить с наступающим Новым Годом, и чтобы в новогодние праздники все кушали только качественные продукты. И вообще, как сказано, что все спасение России в качестве, развития России, поэтому я думаю, что мы все должны работать, как говорится, и заниматься не только как бы ждать чего-то, но и сами способствовать тому, чтобы мы, все жители республики, как говорится, сами тоже эти вопросы инициировали, работали в этом направлении, и чтобы нас окружало, как говорится, то есть мы высококачественную продукцию использовали, как говорится, и вообще качество жизни повышалось. Спасибо большое, спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостями программы «Открытый эфир» были исполняющие обязанности директора Бурятского ЦСМ Евгений Челначков и руководитель испытательной лаборатории ЦСМ нашего, ЦСМ Татьяна Печенкина, я Владимир Банчиков прощаюсь с вами, всего вам самого доброго, увидимся.